Итак, 24 на 7. Мама Миши настоящий герой. Массажи, бассейны, спецобувь, вертикализатор. ДЦП – это уже образ жизни для этой семьи. Десять лет подряд. В роддоме я уже обратила внимание на то, что те женщины, которые находились со мной в палате, им как бы привезли детей, и они уже там, в общем, с ними на третий день уехали. А я приходила в себя, и мне уже третий день не привозят ребенка. Тогда я начала думать, что-то не так. Сегодня Миша умеет читать и писать, ходит в школу. Ему 10 лет, он становится подростком, и это проблема. Кости растут, а мышцы не успевают за ними. Конечности сворачивает. Ребенок становится заложником своего же тела. Но у Миши еще есть шанс на счастливую жизнь. В США мальчику готовы сделать операцию на позвоночнике, которая раз и навсегда решит проблему нижних конечностей. Ну, подними ножку, допустим. Ножку подними. Подними. Вот, видите, насколько возможно. У них же нет возможности, как у нас поднимать широко, делать движения. Это то, что им мешает для ходьбы. Соответственно, сделав эту операцию, мы расслабляем нижние конечности, и все. Он начинает чувствовать свои ножки, то есть он может по ступенькам двигаться. Он начинает больше двигаться. Подобными операциями в Америке занимается один нейрохирург. За его плечами более пяти тысяч успешных операций. Только теперь семье Миши нужно собрать 4 миллиона 300 тысяч рублей. В феврале Лидия открыла сбор. Впервые за 10 лет. Уже собрано полмиллиона. Если бы, по сути, 40 тысяч людей скинулись бы по 100 рублей, мы вообще бы закрыли эту сумму. Но у меня, к сожалению, нет этих 40 тысяч людей. Ни в подписчиках, нигде. Несмотря на сложные отношения между Россией и США, Миши готовы провести операцию. Помочь этому парню стать самостоятельным можно любой посильной помощью. Оставаться человеком и помогать друг другу может быть единственное, что сейчас мы можем сделать. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.